Татьяна Вениаминовна, вы слышите меня? Да, Анатолий Ефимович, я на связи. Очень хорошо. У меня ещё... Анализы мочи не помните? Ну, а там... Вот он у меня вроде бы здесь, перед глазами. Так, понятно. Вы вроде бы чистые, вроде бы всё хорошо. Ну да. Вот вы знаете, какая штука, Татьяна Вениаминовна. В моей собственной жизни... В общем, то, что меня подвигло заниматься этой программой, её строить как-то, общаться с докторами, с врачами, с клиницистами, которые как-то подходят к отдельным болезням, был двухсторонний поликистоз, обширный, мощный поликистоз почек. Вам это понятно? Да. На сегодня? Да. Это было мне, ну, где-то 48 лет. Может, немножко меньше, может, немножко больше. Сейчас я точно не помню. Тяжелейшая клиника, всё так обещали. Одну отрезать, другую, другую ещё там почистить. Сдал кровь, но ни операции, ничего не делал. А повезло. Я стал заниматься программой «Метод ключ», о которой я здесь, вот, в программе рассказывал, с Казаемом Гомедовичем Алиевым. Слышал я. Да. И стал употреблять петрушку, как позднее оказался, уже по показаниям врачей, по тому, что они публиковали, что они рассказывали, всё. Есть замечательный врач такой был, в доброй памяти его уже, извините, он уже не с нами. Вот. Который написал книжку о десяти самых полезных трав, самых полезных трав, которые может использовать каждый человек, не подвергая себя тяжёлой опасности. И среди них была петрушка. На петрушку мне тогда указал тоже врач. Тоже весь остепенённый, руководитель клиники огромной. Через три-четыре месяца, наверное, так. У меня половины кист не было. А через год у меня не было ни одной кисты. На почках. Ни одной. И много ещё чего изменилось. Благодаря, как вы думаете, чему? Очищению организма, ничего более. Ну, как вы понимаете, ну вот, что значит очищать организм? Вы уж послушайте меня. Вот вы начали пить солянку холмовую. Вы поддержали печень. Печень начала активнее работать. И продукты отфильтрованные, грязные, из крови, из нашей лимфы, которые поступают вначале в печень, а потом уже, так сказать, идёт по чистому руслу. Они ведь остаются в этой самой, потому что вы не наладили дренаж. Грязи, которая накопилась в печени, вы не наладили его. Но вы чистите печень. А чем же вы чистите? У вас всё идёт по кругу. То, что вам надо выбросить из печени, оно остаётся в этом кругу. Ну, и вместе с желчью попадает в желудочно-кишечный тракт. И снова, так сказать, по сосудам всасывается назад, входит в кровь, проходит через печень, остаётся вся грязь в печени, остаётся в желчи. В результате вы имеете спазмированный желчный пузырь, дохроническое воспаление желчевыводящих путей. И вы называете это очищением организма. С какой стати? Понимаете? А как тогда быть с очищением от ваших родинок? Что с ними делать? Какую травку скажете мне? Нет, к сожалению. Нет. Её и нет. Её и нет. Понимаете? А как быть с очищением, скажем, эндокринной поджелудочной железы, которая у вас там тоже, извините, в таком тяжёлом состоянии, а как быть с этим? Что делать с поджелудочной железой? Как её чистить? Понимаете? Вы как бы для себя нашли, вы правильно думаете. Вы думаете правильно с точки зрения какой? Что вы должны почистить организм. Но вы начинаете общаться со своим организмом, как будто бы это у вас корзинка, в которую почему-то положили печёнку, положили эндокринные железы, положили сердце, положили почки, сосуды, всё положили в корзинку. Организм не корзинка. Это единый механизм, единый орган, в котором есть зона печени, зона почек, зона сосудов, зона желудочно-кишечного тракта. Это единый организм. И если вы делаете что-то в печени, это что-то, то, что вы делаете с печенью, будет обязательно сказываться на состоянии желез внутренней секреции, на поджелудочную, на почки, на вашу кожу, на всё, понимаете? Ну да. У вас вроде бы гемоглобин хороший, вроде бы неплохо всё. 129. А у вас сои 22. А 22 сои, что такое сои? Это маркёр воспалительных, хронических воспалительных процессов в организме. То есть они у вас достаточно активные. И самое интересное заключается в том, а что доктор в этой ситуации будет предпринимать? Где он будет подать, эти вот воспалительные процессы давить? Или лечить? Где? В почках, в печени, в ЖКТ, в желудочно-кишечном тракте, уже в поджелудочной железе? Или, извините, ради бога, в прямой кишке? Простите, ради бога, а вы ему... И что он на это дело скажет? Где он будет давить эти воспалительные процессы? Вы сейчас подходите, как врач. Врач подходит. Болит печень? Буду лечить печень. И не важно, что он побочные действия на почки окажет, на поджелудочную, на что-то ещё остальное. Не важно. Главное – остановить вот эту боль, тяжёлую боль, которая возникла в печени. Или тяжесть. Да? Ну, что ж, солянка холмовая в этой ситуации поможет. А почкам поможет? Ведь когда вы занимаетесь очищением организма, а это единое целое, почему я начинал программу с того, чтобы пить воды полтора литра минимум? Вы пьёте её? Ну, полтора нет, но литр... Вот вы меня слушайте, пожалуйста. Вот полтора... Если вы даже этого количества воды не выпиваете, у вас не может не быть застоя в желчном пузыре. Застой в желчном пузыре определяется ещё и тем, в каком состоянии и какое количество воды есть в вашем организме. Потому что с помощью воды происходит всё, что вообще может быть, происходит внутри вас. Сколько у вас вес? Вес где-то около 60. А рост? Рост 157. 157. Около 60 в какую сторону? В большую или в меньшую? Ну, это где-то 56, 54, вот так. Я имею в виду вес? Килограмм. Килограмм. Да. 54, 56. Около 60. Понятно. Значит, посмотрите, пожалуйста. Вот на этот вес вам надо в день сегодня, по меньшей мере это точно, надо выпивать литр 700. Чистой воды. Чистой воды. Я вам даже сократил, потому что вы не выпьете сейчас литр 700 никак. Никак. Вам полтора литра воды в день надо выпивать. Да, вы сократите пить чай, поменьше будете. Кофе, если вы пьёте кофе, меньше будете. Это так. Но литр 500, кровь из носа вы должны выпивать. Это начало вашего очищения организма. Потому что первый инструмент, который нам помогает чистить, вычищать организм, это вода. Вы начинаете пить воду, у вас будут образовываться обязательно застои воды. И в России часто, вот, начинаете пить воды, у вас отёки, это, это. Вот для того, чтобы не было отёков, и чтобы приучить себя пить воду, вам нужно начать три раза в день, в течение 10-12 дней, пить ножку, по одной таблетке. Поняли? Да. Вы должны ежедневно помогать организму в чём? Потому что и спастика, вот та спастика, которая у вас существует, которая привела к операции гинекологической, которая приводит к тому, что у вас образуются кисты, к тому, что у вас изменила структура поджелудочной железы, это отсутствие воды. Но как только вы начинаете пить много воды, ваш организм не привык к такому количеству воды. Он всё время резервы ищет, поэтому где-то спасти, устраивает спастику в одном месте, в другом органе, в третьем, так сказать, в третьей зоне. Устраивает спастику для себя, для того, чтобы сохранить воду. Ведь вы даже не потеете. Потею. И сильно потеете. Ну, я гуляю каждый день и хожу быстро, прихожу вся взмокшая. Вся взмокшая. Вот это что такое? Это просто организм спасает себя и через пот гонит, организм гонит, ваш мозг гонит, те токсины и шлаги, которые накопились из подкожной клетчатки вместе с потом. Понятно? Угу. Значит, вы вот эти 10 дней принимаете ножпу. Ещё что? Да. Вода, ножпа, мы договорились с вами. Это начало программы. И лист чёрной смородины. Я ведь недаром спросил у вас, почему были какие-то эффекты с вашей точки зрения, когда вы принимали лист чёрной смородины? Ну, нет, я ничего не заметила. Естественно, и никто не понимает. Но почему-то, почему-то, вот Юрий Марчич Левин, это вот доктор, он доктор медицины, профессор, книжки написал замечательные совершенно. Он как раз вот среди этого богатства трав назвал лист чёрной смородины одним из первых, необходимых для детоксикации организма. А она, знаете, какая штука, она ведь не сказывается ни в чём. Боли зачастую никакие не возникают, температура не растёт, чувствуете себя больным? Вы не будете. Лист чёрной смородины, там витамин С, там флавоноиды, даже повышаете уровень антиоксидации, то есть должны себя чувствовать ещё вроде как немножко лучше. Но у него есть главная особенность у листа чёрной смородины. он чистит весь организм, все структуры в организме, потому что он очищает межклеточное пространство, самую глубокую часть нашего организма. Понятно? Понятно. Поэтому вы начинаете воду, ножпу обязательно, когда начинаете ножпу, вот здесь параллельно, вы начинаете принимать три раза в день лист чёрной смородины. Понятно? Понятно. После того, как вы две недели приняли лист чёрной смородины и ножпу, обязательно сделаете перерыв. Но во время этого перерыва два раза. Один раз в неделю. Вот, скажем, двенадцать дней приняли лист чёрной смородины. Через три дня вы проводите экстренное очищение организма сульфатом магния. Знаете, что это такое? Знаю, я делаю его иногда. Так, и как вы делали, для чего? А вот когда я сорбенты принимала, я неделю принимала, последний день экстренное очищение, один пакетик растворяло. Очень хорошо. Значит, на первой неделе, вот во время перерыва, после листа чёрной смородины, на первой неделе один раз вы принимаете, и на второй неделе один раз принимаете. Понятно? Понятно. Что вы таким образом делаете? Лист чёрной смородины начинает очищать самые глубокие структуры нашего организма. Это включаются все наши системы, все зоны и системы нашего организма, и все органы. В том числе и почки, и печень, всё. Так? Это первое. Дальше. Вот эти вот вытащенные из межклеточного пространства токсины и шлаки отправляются в лимфоток. И через лимфатические узлы в, извините, обращаются в кишечник. Кишечник должен работать как надо. именно для этого. Я прошу всегда поначалу программы, когда мы начинаем вот такое глобальное очищение организма, его не перегружать ничем, а дать возможность, чтобы у него энергия была, значит, питаться надо как следует, но обязательно не переедать, то есть съедать понемножку, лучше 4-5-6 раз в день, но понемножку, даже вообще одно блюдо за одну еду. Но всегда надо помнить вот о чём. Во время, так сказать, вот подготовки, как вы меняете режим питания, вы должны помнить всегда вот о чём, что у вас три раза в день должны быть квашеные овощи. Или зелёный лук. Ну, ныне не пора зелёного лука. Квашеные овощи. На подоконнике. Понятно, квашеные овощи. Почему? Потому что это клетчатка, которая очень важна для того, чтобы восстановить микрофлору кишечника. Она у вас подорвана. И вот теперь вы смотрите, вот вам программа, да, вода, еда, лист чёрной смородины, ножпа и экстренное очечение организма. Вот вы захватили все структуры вашего организма и ваши органы, практически все. Каждый по-разному, каждый столько или больше, или меньше. Вот в чём дело, понимаете? Но вы заставили очищаться ваш организм. ножпа вам поможет снять спастику с желчного пузыря. Увеличение количества воды, которую вы начинаете употреблять, приведёт к тому, что вот этого закущения в желчном пузыре не будет. И поджелудочная железа начнёт себя чувствовать лучше и начнёт потихоньку входить в норму. Понятно? Понятно. Теперь смотрите. То есть, это главная, главная структура, которая обеспечивает вас жизнью, энергией. Это печень, это желудочно-кишечный тракт, это ваша пища, да? Причём, здесь надо обязательно следить за тем, чтобы у вас кишечник очищался как надо. Именно поэтому вот после двух недель, после двух недель перерыв, потому что иначе организм может вот в этих освобождениях, что ли, освобождённых шлаков, которые сбрасываются через желудочно-кишечный тракт и через, извините, лимфатические узлы, может захлебнуться. Именно поэтому надо сделать вот этот двухнедельный перерыв в два раза провести экстренное очищение организма. Понятно? Понятно. Вот что, потому что это экстренное очищение организма, вот эти два раза, помогут освободить кишечник от лишнего и, кстати сказать, при этом не дать впитаться, пойти по второму кругу те токсины и шлаги, о которых я говорил. Понятно? Угу. Вот такая вот вещь. вот вы провели вот эту программу, она у вас займет месяц, а то и полтора, потому что вам надо научиться пить воду и научиться кушать. Я бы советовал начать с этого. Для того, чтобы изменения в организме всегда приводят к некоторой нестабильности. Очень советую. Очень простая процедура, но блестяще, совершенно помогает людям. Так же, как Норбеков. Никто не понимает вообще по настоящему, что такое гимнастика Норбекова. Понимаете, вы берете полкило соли, кладете в ванну и заливаете приятную для вас воду, не горячую, не холодную, а что вы любите? Чуть погорячее, погорячее, попрохладнее, попрохладнее. Наливаете в ванну. Я иногда делаю так. А? Я иногда делаю такую соленую воду. Вот это делать вам надо постоянно. Знаете, почему? Это такой ваш внутренний, собственный врач-психотерапевт. Вы будете делать эти ванны вечером, перед сном. Пожалуйста, после ванны под душ не надо ходить, надо сразу, спокойно, можно обтереться, а можно прямо в влажном виде, спокойно лечь в постель и спать. Спать будете хорошо. Через день, да? Да, через день. Вот ваша программа. Вот после того, как вы закончите с экстренным очищением организма, да, две недели, раз в неделю, вот после этого, пожалуйста, повторяйте всё ещё раз. Сделайте перерыв. Можно сделать перерыв две недели, не больше. Через две недели, пожалуйста, но добавите обязательно к листу чёрной смородины добавите петрушку и принимать вы будете так. Лист чёрной смородины, как всегда, за 30 минут до еды, а петрушка за 15 минут до еды. Понятно? Да. За 15 минут до еды. и опять две недели вот ножку здесь употреблять уже не надо. Если вы почувствовали спастику, например, почувствовали, что у вас в желудке вода задержалась, так бывает, да, даже чувствуете, как она там колышется, примите ножку, но не один раз, а два-три дня. Понятно? Да. Но не курсами. Два-три дня. Бояться не нужно ножку, она ничего плохого не делает, она делает для организма человека в вашей ситуации только хорошая. Понятно? Понятно. Но путь освобождения, освещения организма от кист вот такой. Вот такой. понимаете? Понятно. И он не может быть две недели или три недели или месяц. Глупость эта, которая ходит по интернету. Понимаете, что за восемь процедур этого, за это всё, вы чистенькие, выходите, выживите. Так не бывает. Так не бывает. Сможете полгода выдержать постепенно режим очищения организма? Извините, через полгода вас узнать нельзя будет. И самое главное, вот эта симптоматика Паркинсона тоже может уйти, тоже может уйти. Имейте это в виду. Я, значит, просил бы вас, Татьяна Вениаминна, как только две недели первые вы проделаете, вы должны позвонить сюда. хорошо. Имейте просто это в виду, в обязательном порядке. Я прошу, иначе, потому что вам надо описать эту программу на дальше, как быть дальше. Вот в чём вся штука. Понимаете, а нынче мне звонят, спрашивают, какую травку попить? Смешно. Всего доброго, Татьяна. У меня сейчас всё в голове, Анатолий Федорович. Замечательно. То есть у нас осталось 10 секунд от программы. Уж извините. Спасибо вам большое. Извините, что так получилось. Но я просто посчитал, что необходимо понимать вам всем, для чего это нужно очищение. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго и здоровья вам всем. До встречи через неделю.